Всем привет! Хочу снять небольшой отчет о том, что я сейчас вышиваю. Вот смотрите, какой у меня есть красивый наборчик от фирмы Панна. Венок плодородия называется. Но совершенно у меня никакие желания не связаны с этим венком. Не подумайте, что я хочу плодиться и размножаться. Нет, я уже этого делать не хочу. Хватит. У меня уже двое взрослых детей. Мне нравится сам венок. Посмотрите, какие здесь красивые детали, какая проработка схемы, сколько здесь всего интересного. Используются разные техники. Вот видите, вот эти ягодки. Они выполняются необычным таким способом. Деревянные бусины обматываются ниточками. И получаются вот такие вот красивые ягодки. Потом еще бисерные вот такие ягодки. Но я люблю наборы, где используется много разных техник. И вот эти вот куколки, неразлучники символизируют семейную пару. Ну, в общем-то, для кого-то этот веночек может послужить оберегом. Кто-то может загадать желание на долгую и дружную семейную жизнь, а также на рождение детишек. Меня часто спрашивают, что мне вышить, чтобы у нас дети появились или чтобы удачно выйти замуж. Ну, как-то уже повелось, да. У меня загадывает желание на вышивку. И многие спрашивают, что можно вышить. Ну, я думаю, вот этот вот веночек будет самое то. Вот смотрите, какие красивые здесь осы летают. Или пчелки, кто это, я не знаю. Ну, в общем, мне нравится. Вот смотрите, цветочки здесь, бисеринки. В общем, этот венок можно разглядывать бесконечно. Так же, как и предыдущий мой венок, который я вышивала и загадывала желание. Тоже от панны, похожий веночек. У меня готовая уже оформленная картина. Есть видео на канале. Он называется «Венок изобилия». И мне очень нравится, как проработана схема. Как здесь красиво все нарисовано. Тот венок тоже можно разглядывать бесконечно. Так, ну и покажу, что же у меня получилось. Да, вот, кстати, видите бисер в наборе. Вот видите вот эти бусины, которые нужно обматывать. И обратите внимание, вот лежит листочек. И там написано, что в схеме допущены некоторые ошибки. И здесь поправки. У кого есть вот этот венок в старой сборке, обратите внимание на этот листочек. В общем, вот что у меня уже получилось. Я начала из самого центра. Знаете, почему начала? Обычно я начинаю с правого нижнего угла. Но почему я начала из центра? Потому что, когда я вышивала предыдущий венок, здесь в середине был домовенок. И его нужно было вышивать белыми и серыми нитками. В принципе, похожими, как вот здесь, да, ниточки. И почему-то мне сложнее всего было вышивать. Сам венок по кругу я вышивала, не отрываясь. А когда дошла вот до этого центра, мне почему-то сложнее всего было вышивать. Ну и я решила начать с самого сложного. В общем, прямо из середины. Ну и все. Вышила я куколок. И теперь я приступаю к веночку. Вот то, что было здесь рядом с центром. Вот здесь уже цветочек я начала. Сейчас мне нужно снять пяльца. И перейти к какому-то другому участку. Наверное, все-таки я перейду к правому нижнему углу. Так как я привыкла вышивать. Буду по часовой стрелке вот так вот передвигаться. И мне почему-то так удобнее. Некоторые картины я вышиваю из центра, когда не делаю разметку. Но здесь начала вышивать вот потому, что здесь такие белые и серые тона. Мне вышивать белым по белому очень сложно. Нудно, муторно. Из-за этого я опасаюсь покупать зимние сюжеты. Хотя очень многие зимние сюжеты мне нравятся. Но вышивать белым и светло-сером по белому это очень сложно. Девчонки, которые вышивают черным по черному, вообще нужно медаль давать за достижение в нашей вышивальной области. Так, ну в общем, начала я вот так вот цветочки вышивать. Вообще цвета обалденные. Каких только нет расцветок здесь. Как видите, 42 цвета используются. Вот такая дополнительная планшетка. Так, ниточки пришлось перевешивать. Панна в последнее время не развешивает на органайзеры нитки. Приходится самой перевешивать. Ну вот, как видите, я уже брала розовые нитки, белые и серые. И уже немножечко они у меня потрепались. Ну, очень красивые. Ну, каких только нет расцветок. Я очень люблю наборы, где используется большое количество цветов. Просто обожаю. Многие из вас скажут, очень неожиданно. Я не планировала в ближайшее время начать что-то новое. Как раз я в трансляции думала, что мне продолжать из моего начатого и старого. Но первый раз в жизни я столкнулась с кризисом, когда мне не хочется вышивать. То есть, ну, как сказать, не хочется. Мне, конечно, хочется. Но мы приехали из поездки и занимались заготовками. Потом я дома немножечко тут углы разбирала, порядки наводила. И оврал, у меня много работы накопилось. И я почему-то устаю. Ну, хотя понятно, почему осень. Да, осень, многие в это время устают. Не такие активные уже, как летом. И я устаю. И мне после работы или после домашних дел хочется просто лежать и смотреть видео. У меня давно такого не было. Я когда смотрю видео, я в это время вышиваю. Я не могу просто так сидеть. Ну, сейчас мне хочется просто полежать. В общем, я так лежу, листаю интернет, инстаграм. Ну, в общем, просто хочется так вот на релаксе расслабиться. И даже лень садиться и брать иголку в руки. Ну, в общем, у меня такого не было. Сколько лет я вышиваю. Мне всегда хотелось вышивать. А я лежу и думаю, вот мне хочется вышивать, но совершенно не хочется сесть и напрягаться. Ну, в общем, как-то надо себя заставить. И я решила себя заставить новым процессом. Потому что я помню, как я вышивала предыдущий венок. Венок изобилия. Я не могла оторваться. Как только я его взяла в руки, я не могла его бросить, пока не закончу. Я просто вот за поем его вышивала. И вышила его довольно-таки быстро. Про этот венок хочу сказать то же самое. Вот я, смотрите, вот этих человечков выше куколок вышила за два дня. Ну, нет, не полных два дня. Два вечера. И вот уже перешла сюда, к цветочкам. И действительно, как только я начала его вышивать, я не хочу отрываться. А я хочу продолжать и продолжать. Ну, в общем, я не буду снимать вышивальную неделю. Я еще обещала вам показать предыдущие свои процессы. Обещала подарки показать. Но из-за того, что катастрофически не хватает времени и какая-то у меня накатила усталость, я, девчонки, немножко запаздываю с этими видео. Поэтому пока буду выкладывать коротенькие отчеты, чтобы вы видели, что я делаю. Чтобы на канале не было долгих простоев. Конечно же, будут длинные болталки и будут трансляции. Но мне нужно немножечко как-то восстановиться, набрать энергии. Чтобы видео были веселые, позитивные. Чтобы я не была уставшая. Так что пока будут коротенькие видео. Я знаю, что на вышивальном канале коротенькие видео не любят. Они не приветствуются. Но что же делать? Либо выкладывать короткий отчет, либо не снимать ничего. Ну, пока пускай будут коротенькие отчеты. Ну, все. Видео свое заканчиваю. Спасибо вам за просмотр. Не забудьте поставить лайк, если вам нравится этот сюжет. Всем желаю удачи. С вами была Инесса. Пока-пока.